Добрый вечер! О новостях среды расскажут корреспонденты Ортопланета. А теперь к темам этого выпуска. Уборочная страда в Оренбурге набирает обороты. Как в хозяйствах области справляются с полевыми работами? Опасно для жизни. Нелегальный АЗС закрыли на востоке области. Можно ли найти безопасное топливо на оренбургских заправках? Изнывают от жажды. Жители домов в Абдулино остались без воды. Кто виноват в коммунальном бедствии? Спас продолжается. Как выбрать правильный мед? И есть ли натуральное лакомство на прилавках магазинов? Эксперимент Ортопланета. Водные развлечения откладываются. Какие нарушения выявили эксперты в Оренбургском аквапарке? Уборочная кампания в Оренбурге набирает темпы. Сегодня губернатор области побывал с рабочим визитом в Октябрьском районе. Он проверил, как аграрии справляются с объемом сезонных полевых работ. Сегодня губернатор Юрий Берг работал в Октябрьском районе. Он интересовался ходом уборочной кампании. В колхозе имени Кирова получают порядка 20 центнеров с гектара яровой пшеницы. А зимой принесли еще больше. В хозяйстве пшеницу пока не продают. Работают, что называется, на склад. Ждут хорошей цены на урожай. Также губернатор побывал на полях хозяйства ООО имени Попова, где получают порядка 29 центнеров с гектара азимой пшеницы. Сейчас идет уборка яровых культур, убирают ячмень и получают порядка 23 центнеров с гектара. Виталий Зерябин для программы «Новости дня» из Октябрьского района. Сегодня один из самых волнующих вопросов у аграриев – стоимость зерна. Сельхозпроизводители опасаются, что хороший урожай этого года обрушит закупочные цены на пшеницу. На сегодняшний день убрано более 1 миллиона 200 тысяч тонн зерна. Погода этим летом после засушливых прошлогодних сезонов позволила собрать хороший урожай даже там, где его давно не было. Но радоваться фермерам пришлось недолго. Рекордные цифры этого лета сразу отразились на стоимости зерна. Сейчас элеваторы зерно третьего класса принимают по 8 тысяч рублей за тонну. У нас сегодня есть рекомендация для сельхозпроизводителей, что работаем максимум на склад, надеясь и дожидаясь цены интервенции, которую сегодня будут брать и трейдеры. Прошлый год у нас в принципе этот механизм работал и получилось. Получилось, потому что мы убедили Министерство России, что срочно нужно выбросить интервенцию, то есть закуп в нужды государства. И когда только это происходит, то, понятно, трейдеры тоже под эту цену подравниваются. Теневой рынок топлива обнаружен на востоке области. В Орске пресекли деятельность автозаправок, которые работали нелегально. Как установил региональный следственный комитет, все эти АЗС открылись в этом году. Между тем, в большинстве городов Оренбуржии автолюбители тоже знают и пользуются подпольными заправками. Почему предприимчивых заправщиков не становится меньше и куда смотрят блюстители порядка? Специальный репортаж Елены Давыдовой. Мы пользуемся тем, что стоят правоохранители ОМОНа. Я бы закрыл перед вами дверь, выгнал бы отсюда, и мы бы ничего не смогли сделать. Это недовольный владелец нелегальной заправки на улице Металистов. Сюда, а также на улице Крайне, Тобольское, Станиславское, Азовское, Огнеупорное, Союзное нагрянули правоохранители. По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в городе возбуждено сразу семь уголовных дел. На подпольных заправках работают полицейские и следователи. Следственным отделом по городу Орск, Следственного управления, Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области, возбуждено семь уголовных дел по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ. То есть, по семи фактам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, а именно с января 2017 года по август 2017 года, оказывающие услуги по заправкам транспортных средств моторным топливом. Перед тем, как возбудить уголовные дела, полицейские выдают предпринимателям предписание устранить нарушения. По прошествии месяца контрольная закупка и сбор материала. Эти кустарные заправки закрыты, но остались еще по меньшей мере 30 таких же. Вот наш корреспондент направляется на стационарную точку, где тоже успели прикормить клиентов. Пока некоторые автолюбители возмущаются высокими ценами на бензин, здесь работают, не платя налогов и не заботясь о благоустройстве и соблюдении норм. Здравствуйте. Где 92-й? А бензин что как, хороший, нет? Наш чекаловский. Чекаловский, да? Что как, люди заправляются, нормально? Да. На 150 можно? Это прям с завода, да, его сюда везут? А что, почему такой дешевый? Потому что завод на кривой. Некоторые из несанкционированных заправок представляют собой цистерны, при эксплуатации которых в принципе не соблюдаются меры противопожарной безопасности. Нередко в районе этих АЗС можно обнаружить лужицы бензина, а то и метровые бензиновые пятна. В один далеко не прекрасный день может произойти взрыв или крупный пожар. Возгорания как такового не было, но взрыв был в принципе большой себе, заграждал, потому что мы пропрыгнули. В Бузулуке от взрыва пострадали жилые дома. Частично разрушилось здание самой автозаправочной станции. Госпитализирована женщина. Но людям порой все равно, в каких условиях и какого качества реализуется бензин. Потребитель выигрывает рубля 2-3 на разнице цен пиратских и легальных АЗС. Те, кто заправляет свой автомобиль некачественным бензином, в момент покупки не слишком беспокоятся за состояние своей машины. Вот новый клапан, который мы сейчас меняем в головке блока цилиндров на автомобиле. Вот старый, который был подвержен плохому бензину. При ремонте головки заменяются клапаны старые на новые. Но это еще не все. От нагрева машины от плохого бензина еще страдает поршневая группа. Происходит прихват алюминиевого поршня к блоку цилиндров. И тогда двигатель требует капитального ремонта. Контрольные органы периодически проводят проверки по работе АЗС, в том числе и нелегальных. Индивидуальным предпринимателям назначаются административные наказания. Лишь однажды была применена уголовная ответственность судом советского района Орска. Нелегало оштрафовали на 350 тысяч рублей. Между тем, доход от его заправок в Орске и Гае составил почти 50 миллионов рублей за полтора года работы. Вот и ответ на вопрос, почему бизнес в бочке по-прежнему процветает. Хотя рынок топлива динамичен в том же Восточном Оренбужье, легально запустить заправку вполне возможно. 284 АЗС присутствуют на территории области. Если брать Орск, Новоорский район, Новотроицк, то там свыше 17 хозсубъектов владеют 48 заправками. Исходя из того анализа, который был проведен, свыше 50% розничной торговли занимают 11 АЗС, которые принадлежат Башнефти. Другие какие-то хозяйственные субъекты, которые могут легко зайти на этот рынок, могут построить АЗС и спокойно торговать. Чтобы торговать официально необходимые контрольно-кассовые машины, проектные эксплуатационные документы, экологические экспертизы и нормы пожарной безопасности. А ведь на территории области предостаточно скважин, где продолжается добыча газового конденсата, который без особых вложений перерабатывается в бензин. Вероятно, сложно отказаться от такого прибыльного, хоть и незаконного дела. Поэтому бензиновые нелегалы продолжают работать, вопреки угрозе жизни и здоровью людей. Елена Давыдова, Игорь Бероев, Новости дня. Звонки поступают в нашу редакцию от жителей областного центра. Люди жалуются, что ремонт дорог в Оренбурге затягивается. Так на улице Терешковой приступить к срезу старого асфальта пока не могут. Там только завершают ремонтные работы на подземных коммуникациях. Успеет ли закончить ремонт дорожного полотна до дождей, узнала Наталья Мороз. Эта пробка на улице Терешковой уже стала обычным явлением. Набираться терпения и заранее продумывать пути объезда водители начали призывать еще больше месяца назад. Правда, если автолюбители могут это сделать, то водителям автобусов остается только смириться. Улицу Терешковой пока сделали частично. Там, где понадобилась перекладка подземных коммуникаций к ремонту дорожного полотна, еще не приступали. Капитальный ремонт водопровода. После наступа закатают асфальтик. Из-за ремонтных работ дорожники не успевают сдать срок участок дороги на пересечении Терешковой-Орской. Как только работы по засыпке благоустройства территории закончатся, магистраль приведут в порядок. Напрягает то, что долго очень делают. Набрали много участков и рабочей силы не хватает, видать. Раньше Гагарина за одну ночь закатывали всю, все три полосы. А сейчас месяц с лишним ковыряли ее. Самое главное то, что их делают наконец-то. Это важно. Конечно, очень долго делают Чкалова, и это неприятно. Но они же ее сделают, и мы будем ездить, и будем радоваться наконец-то. Но то, что отмечает большинство водителей, так это масштабную реконструкцию дорожного полотна областного центра. В этом году в рамках программы «Безопасные качественные дороги» на ремонт и реконструкцию автомагистрали Оренбурга направлено 625 миллионов рублей с федерального бюджета и столько же из областного. К тому же в этом году к ремонтным работам подошли комплексно. Параллельно меняют бортовое ограждение, чистят ливневки, перекладывают внутренние магистральные инженерные сети. Мы не пошли по пути, закатали асфальт, за что нас и правильно критикуют и жители, и средства массовой информации. Если, как говорят, положили асфальт, значит завтра будут копать. Чтобы вот этого не было, мы это все предположили, постарались все максимально учесть. Оренбуржцы активно отмечают свои участки дорог, которые, на их взгляд, требуют внимания. Так, в народной карте убитых дорог более 200 участков. В антилидерах поселок Нижний Сахмарский и село Сеное Перловодского района. Порядка 30 сделано участков, проведен ямочный ремонт, и уже 17 улиц еще стоят на текущий ремонт, и 18 включены на 2018 год. Сейчас новые технологии настолько хороши, что я думаю, что эти 17 участков наши дорожники успеют вовремя сделать. Мы надеемся на это. Какие сроки сдачи объектов ставят подрядным организациям в администрации, нам предстоит выяснить. Ведь до осени остается всего лишь две недели. Ответа пока не поступило. Наталья Мороз, Валентин Савгурбунов, Новости дня. А вот в Абдулино жители вынуждены три года жить без воды. Позвонив к нам в редакцию, люди рассказывают, что из кранов вода только капает. А чтобы сварить обед или постирать, надо запасаться водой и ведрами носить в дома. Наши корреспонденты выехали на место, встретились с местными жителями и ответственными лицами. Все подробности в материале. Татьяна Кирдиной. Эта улица на окраине Абдулина. А водопровод здесь провели еще 40 лет назад. Татьяна Михайловна, вдова ветерана Великой Отечественной войны, помнит. Вода в доме была всегда. А сегодня она стала настоящей роскошью. Чуть капнет и нет воды. А у нас колонка, мы оттуда таскаем, и в туалет, и в машинку. Ну тяжело же, тяжело. Мне мыться даже негде. Хозяин дома для большей убедительности наглядно показывает. Открывает кран и говорит, что эта струйка идет по самым большим напорам, которые они видели за последние три года. Вода, в общем-то, течет очень маленькой давлением струйкой. А вот лето, жара вообще практически нет. Бывает, что и зимой пропадает вода. В ванной комнате уже несколько лет стоит новенькая душевая. Жильцы так и не могут ею воспользоваться. Татьяна Козина показывает немудренный механизм, которому она приспособилась, чтобы постирать вещи. И вот так вот постоянно я должна ее контролировать. В унитаз тоже мы воду набираем. Вот. Все, пока не наберу. Уже я знаю, два таких ведра, 10 литров воды. Это вот нужно один раз постирать и три раза прополоскать. Таскаем, оттуда воду носим. Водопровод пришел в негодность еще шесть лет назад. Жильцы не раз обращались к местным властям. Просили сделать водопровод. Но вместо действий получалась игра в футбол. Ответственность за проблему переходит от одной инстанции к другой. Во время работы нашей съемочной группы людям все-таки удалось услышать вполне конкретный ответ. В течение двух недель мы прокапываем 150 метров и человеку поможем с водой с водопроводом. Ну, четыре года назад предыдущий начальник обсчитывал ему свету, мне кажется, 97 тысяч рублей. Но это с коэффициентом 2014 года. С коэффициентом 2017 года, может, 105-110 тысяч рублей. К работам обещают приступить уже на этой неделе. На небольшую улицу энергетиков обнулина вновь пойдет вода, которая на протяжении нескольких лет просто вытекала из прохудившейся трубы. Мы будем следить за ходом работ. Татьяна Кирдина, Георгий Бурлуцкий. Новости дня. Между тем, в Орске проблема водоснабжения поселка Новая биофабрика начала решаться. Мы уже рассказывали, что долгие годы жизнь людей отравляет черная вода. Ситуацию на контроль взял губернатор Юрий Берг. В поселке решено пробурить новую скважину. К работам приступят в ближайшее время, сообщает пресс-служба администрации города. В сообщении подводят очередные итоги схода, проведенного главой Орска Андреем Одинцовым. Новая скважина позволит обеспечить жителей чистой питьевой водой. Напомним, с этой проблемой арчане сталкиваются не первый год. На протяжении многих лет водоканал, по словам людей, отравляет им жизнь черной, грязной водой. Это питьевая, коммунальная вода. Питьевая вода, написанная питьевая. А это хорошо. Они не довольны. Они по дороге выкидываются. А какие анализы? Она в пределах. В какие пределы? Это пределы? Это норма? Давайте выпьем с вами. Вот вы выпьете, я выпью, глотаю. Ранее в поселке появился новый остановочный павильон по просьбе жителей. Не все горожане, правда, высоко оценили данное сооружение. Орские власти также сообщают, что в поселке провели грейдирование дорог, косметический ремонт двух подъездов, санитарную очистку территории. Учлись замечания жителей и насчет детской площадки. Она приведена в надлежащее состояние, демонтирована старая детская горка, установлены скамейки. Это еще не все новости. После короткой рекламы продолжим. И вот о чем расскажем во второй части выпуска. Спас продолжается. Как выбрать правильный мед? И есть ли натуральное лакомство на прилавках магазинов? Эксперимент Оэртопланеты. Водные развлечения откладываются. Какие нарушения выявили эксперты в Оренбургском аквапарке? Причин расселять жильцов нет. К такому выводу пришла межведомственная комиссия, обследовав дом на улице Перегонной в Орске. О проблемной двухэтажке мы не раз рассказывали в наших информационных выпусках. Съемочная группа выезжает на объект едва ли не каждый месяц, когда в доме в очередной раз что-то рушится. Тем не менее, эксперты уверены, что угроза для проживания людей отсутствует. Подробности далее. Июль 2017 года в доме на Перегонной в Орске рухнула колонна. Беспокойство она вызывала давно, но вовремя ремонтировать ее никто не стал. После произошедшего в обрушении обвинили самих жителей. Говорит, я это попробовала, оно крепко было, это самое не могло разрушиться само. Это вы сами сделали и все. И приходила тут комиссия, и она тут распиралась то, что мы это самое, это все делаем сами. Рухнувшую колонну отремонтировали, но через две недели обвалился потолок над душевой. ЧП случилось ночью. Утром коммунальщики все следы происшествия убрали. Помещением пользуются более 40 семей. Это хорошо, он ночью рухнул. А если бы днем? Вот так вот с детьми пришли бы мыться, и на детей было так. Взрослый еще может перенести, а ребенку как ушел бы. Комиссия выезжала на объект несколько раз. Согласно ее заключениям, необходимости признавать здание аварийным и расселять людей нет. Были осмотрены основные конструктивные элементы дома, инженерные сети, неисправности, свидетельствующие угрозе обрушения здания, выявлены не были. Комиссия приняла решение о том, чтобы признать дом пригодным для проживания. Основанием послужило заключение специализированной организации застройщик, согласно которому дом подлежит капитальному ремонту. Наряду с этим, по словам жильцов, существует решение суда, согласно которому муниципалитет должен признать дом непригодным для проживания, реконструировать его или расселить собственников. В администрации эту информацию не подтверждают, однако. Официального комментария получить от властей города не удалось. Мы будем следить за развитием событий. Анна Данилова, Марина Черентаева, Павел Сагайдак. Новости дня. Несостоявшееся открытие. В Оренбурге так и не начал свою работу аквапарк. Хотя торжественный ввод центра аттракционов был намечен на 15 августа. Однако аквапарк все еще пустует, а кассы закрыты. На официальном сайте аквапарка, а также в группе в социальной сети новостей об очередной дате открытия не сообщается. Телефоны не отвечают. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Уважается один из самых сладких в буквальном смысле праздников – Медовый Спас. Сюрпризы погоды в этом году принесли немало хлопот пчеловодам. Дожди, холод и гибель многих медоносных растений в первые месяцы лета ставили под угрозу годовой урожай меда в целом. Однако жаркий август уже помогает наверстывать упущенное. Хозяева пасек говорят об увеличении сбора меда в последние недели. Насколько же сложный путь приходится преодолевать ценному природному лакомству. От сот в улье и до стола потребителя. Наша съемочная бригада побывала на одной из пасек Оренбургского района. Репортаж Анны Втюриной. За сколько с вами накачали? За два дня? Вот это сам подготовили к отправке. Почти тонна свеженакачанного меда. Перекупщики бы сразу оценили ее в денежном эквиваленте. А для пчеловодов цена каждого бака прежде всего огромный труд. Почти все лето дом отца и сына Шерстневых здесь, на пасеке. Вдали от цивилизации, где ни телевизора, ни радио, ни интернета и почти не ловит мобильный. В погоне за солнцем и в поиске цветущих медоносных растений. В горячий летний сезон их семейная передвижная пасека, то у поля подсолнечника, то у гречихи. Вот он, видите, это считается зрелой. Вот он, все запечатано, это уже все. Одна треть рамки запечатано, считается зрелой. Если мед не зрелый, раньше проверяли, берут химический карандаш, мед берешь на ладошку, наливаешь немножко, и химическим карандашом, если он начинает расплываться, значит мед не дозрелый. Жульничать в жажде заработать побольше себе во вред, уверяет пчеловод со стажем. Создать хорошую репутацию нужны годы. Разрушить ее – один неудачный эксперимент и нелестный отзыв покупателя. А это слишком большой риск в условиях современного рынка, который продуктами пчеловодства и так переполнен. Один раз обманешь, то раз не придут. Его как наподержишь? Он отслоится. Фиропом кормят, очень приводят, он угликов 10-5 держит. Он фироп разводит, они его перерабатывают, его уже не отличишь. Когда пчел через себя пропускает сироп, его не отличишь от этого, от настоящего меда. Только крупной, но химической лаборатории можно отличить. Свой мед шерстневый реализуют на рынках и в небольших магазинах. Но проблему сбыта до конца это не решает. В крупные сети местным пчеловодам почти не войти. Пусть даже продукция прошла все экспертизы качества. Нужно дорогостоящее упаковочное оборудование. И сам процесс фасовки придется проводить по жесткому регламенту, под нагревом. А это, по мнению пчеловодов, может снизить качество и целебные свойства меда. Поэтому вот уже больше 30 лет мед с этой семейной пасеки в основном расходится по частным и постоянным клиентам. Самое главное это не лениться работать. И как бы труды свои уже окупаются. Отдачу идем. Так к этому делу легко не подойти. Это лето для пчеловодов нашей области стало не просто трудовым, а поистине трудным. Июньские холода, град и дожди поставили под угрозу развитие медоносов. Передвижная пасека в поиске лучшего места сменила несколько дислокаций. И вот, наконец, жара августа раскалила рабочий сезон пчел и самих владельцев пасеки. Яркая солнечная погода, отсутствие ветра, активное цветение медоносных растений и, конечно же, трудолюбие самих пчел. И буквально за неделю пустая рамка будет наполнена медом. А за эту же неделю улей может принести до 40 килограммов меда. Сладок мед да не легок труд, говорят пчеловоды со стажа. Так же, как и пчелы, не любят острых запахов, резких движений и нетерпеливости пасечника. Так же и само ремесло не прощает пренебрежительности и неуважения. Невозможно стать пчеловодом на год или два. Делу приходится посвятить целую жизнь, чтобы все-таки раскрыть секрет, как обычная пыльца превращается в настоящее лакомство цвета солнечного янтаря. Анна Фтюрина, Игорь Бероев, Новости дня. У пчеловодов горячая пора сбора меда. А вот торговые сети круглый год зазывают покупателей за лакомством десятков видов. Как сориентироваться в огромном ассортименте? И сильно ли отличается мед на полках магазинов и участников? Мед, горячишный, цветочный, липовый, даже диковины, эвкалиптовый, с орехами и без, в стекле или пластике, сотни видов, производители и, конечно, широкий разброс цен. Но что ждет потребителя за яркой упаковкой? Или, быть может, больше пользы и меньше примесей, как раз там, где нет ярких логотипов, в меде на развес у частных пчеловодов? Наш канал решил провести небольшой эксперимент – закупить несколько сортов меда. В крупном сетевом супермаркете на ярмарке меда и товаров пчеловодства, которые так популярны в последнее время. Здесь удивляют оренбуржцев десятками сортов целебной продукции. Цены на порядок выше, чем в магазине, но и пользы, по уверениям продавцов, в разы больше. Еще объектом для анализа стал мед, привезенный прямо с пасеки частного пчеловода. Все образцы отдаем на экспертизу в референтный центр областного Россельхознадзора. Пробы меда мы происследуем на показатели качества и безопасности. Из показателей качества определим массовую долю воды, массовую долю оксиметилфорфрола, массовую долю редуцирующих сахаров и сахарозы. И посмотрим признаки брожения. Эти показатели позволят понять, мед является натуральным или фальсифицированным, правильные ли были условия хранения у меда. Что же приобретает потребитель, покупая заветную баночку янтарного цвета в магазине? Как показали результаты лабораторных исследований, пяти проб меда ни один образец не содержит химических красителей и добавок, крахмала и токсичных веществ. Это основные показатели качества продукта. Однако хитрость недобросовестных продавцов иногда намного изощреннее. Как говорят эксперты, в мед иногда добавляют органические вещества. Там оказываются продукты брожения и даже антибиотики. Всестороннее исследование образцов купленного меда в лаборатории продолжается. В ближайшие дни мы еще вернемся к теме. Творить добро. В Оренбуржье в преддверии нового учебного года продолжаются благотворительные мероприятия. Сегодня акция «Соберем ребенка в школу» массово прошла в Переволодском районе. В этом году порядка трех тысяч юных жителей – школьники. Многие ребята из семей, которые нуждаются в поддержке. И общество «Газпромдобыча Оренбург» традиционно вносит свой вклад. Продолжит Валерия Жукова. Краски. Ручки-карандаши. Ленинки. Алина и Полина с интересом рассматривают свои подарки. Сестры пойдут в третий класс с особенными чувствами. Ведь за спинами будут красоваться новые яркие ранцы. Сегодня общество «Газпромдобыча Оренбург» вручило их 130 ребятам. Мальчишкам и девчонкам из поселка Переволодский и села Мамалаевка. Что руководители школы, администрация района вместе с руководителями базовых предприятий и вместе с обществом «Газпромдобыча Оренбург» вложили значительные средства в подготовку школ и дошкольных учреждений к началу учебного года. Всего в рамках акции «Соберем ребенка в школу» юные жители Оренбургского и Переволодского районов и областного центра получат от газовиков около тысячи ранцев. Социальное сотрудничество – это добрая традиция предприятия. Акция проходит по всей стране и «Газпромдобыча Оренбург» является, наверное, таким же благотворителем, который собирает детей в школу. Мы стараемся охватить всех малообеспеченных, многодетных, многодетные семьи. Основное направление – это воспитание, патриотическое воспитание детей, начиная с детских садов, с начальных классов школ, ну и заканчивая, соответственно, высшими учебными заведениями. Мы ждем подрастающего поколения, которое придет на смену нашим коллегам, которые сейчас доблестно работают на газоперерабатывающем комплексе. Акция «Соберем ребенка в школу» стала торжественным мероприятием. Такая атмосфера для детей – прекрасный стимул к учебе. Для родителей помощь в подготовке школьников к новому учебному году – хорошее подспорье. Очень довольна, что нам помогают. Как говорится, очень тяжело собирать детей в школу, тем более троих. Сейчас все дорого. Ну, как говорится, помощь всегда нужна. Акция «Соберем ребенка в школу» – это возможность помочь семьям, которые особо нуждаются в заботе. И оренбургские газовики уже второй десяток лет оказывают такую поддержку. Валерия Жукова, Георгий Бурлуцкий. Новости дня. Выгодные покупки с фармлент. Именно такие активно совершают оренбуржцы в одной из ведущих федеральных аптечных сетей России. Чтобы получить приз, достаточно принять участие в беспроигрышной акции. Однако времени до ее окончания остается все меньше. Десятки покупателей все еще продолжают получать приятные сюрпризы. Как прийти со лекарством, а уйти с бытовой техникой, теперь знают и наши корреспонденты. Без подарков не останется ни один участник акции. Ведь этих подарков целый миллион. От зубной щетки и полотенца до ценных призов. Принять участие просто. Нужно лишь приобрести товары для здоровья на сумму от 1 тысячи рублей. Взять приглянувшийся купон и получить гарантированный приз. Это получилось буквально очень случайно. Я пришла покупать тонометр для измерения давления, потому что мой поломался. И когда мне его подали, я стою, жду чек. И тут девушка убегает. А другая говорит, а вы знаете, что вы выиграли блендер? Я говорю, нет. Это для меня, говорю, просто даже шок. Я получил утюг в подарок. Это мой первый выигрыш за мою жизнь. Я очень рад. Мультиварки, утюги, блендеры, чайники, тонометры. Множество подарков еще ждет покупателей в аптеках «Формленд» до 31 августа. Вручение подарков покупателям – это добрая традиция в наших аптеках. За период проведения акции «Миллион подарков» жители Оренбургской области получили около 35 тысяч приятных сюрпризов. Осталось совсем немного времени до конца акции, поэтому приходите, участвуйте и выигрывайте. «Формленд» постоянно радует своих клиентов не только подарками, но и скидками. В этом году аптечной сети исполняется 20 лет. В честь праздника компания предоставляет скидку 20% на весь нелекарственный ассортимент 20 и 21 августа. Огромное количество товаров вы можете приобрести по более низким ценам. Скидка будет действовать на биологически активные добавки, средства гигиены, активную косметику, ортопедические товары, детские товары и многое другое. Мы ждем вас в аптеках «Формленд». Кроме того, в аптеках «Формленд» постоянно действуют специальные скидки для пенсионеров. При покупке до часу дня. Низкие цены, широкий ассортимент, грамотные специалисты ждут вас в аптеках «Формленд» ежедневно. Валерия Жукова, Георгий Бурлуцкий. Новости дня. На этом выпуск завершен. Круглосуточное обещание нашего канала также на сайте media56.ru. Благодарю вас за внимание и всего доброго. Сайдинг, цокольные панели, водостоки и многое другое от российского производителя. Официальный представитель завода «Альтопрофиль» в Оренбурге. Компания «Дом сайдинга». Переулок «Станочный-7». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова